Разбегаются глаза при виде увлажнителей разного объема, цвета и форм на маркетплейсах? А вы знали, что многие из них не способны поднять влажность даже в небольшой комнате? Слишком быстро испаряют воду, а то и вовсе перегорают после нескольких дней работы. А если к этому добавить высокий уровень шума и яркую индикацию по ночам? А еще сложный уход, при котором не получится качественно промыть и просушить увлажнитель? Польза от такой покупки явно будет немного. Всем привет! Вы на канале HomeExpert. И в этом видео мы расскажем, как выбрать качественный увлажнитель воздуха до 3000 рублей. И на какие характеристики обратить особое внимание, чтобы не купить хлам вместо полезной техники. После просмотра этого ролика вы точно сможете найти модель, с которой показатели на гигрометре будут в норме. Смотрите видео до конца и без перемоток, чтобы не пропустить важные моменты при выборе увлажнителя. Поехали! И открывает рейтинг Scarlett SCAH986M17. Цена на момент цепи ролика 1700 рублей. На пятом месте самый бюджетный увлажнитель в топе. Посмотрим, на что способна эта модель и почему она не смогла подняться выше в нашем рейтинге. Производительность у Scarlett неплохая – 300 мл в час. Модель довольно быстро поднимет уровень влажности в помещении. Но стоит учитывать, что резервуар для воды совсем небольшой – чуть меньше 2,5 литров. А значит, на продолжительную работу увлажнитель не рассчитан. Вы вряд ли сможете оставить его работать на всю ночь, тем более в просторной комнате. И это обидно, ведь данная модель эффективна на площади до 30 квадратных метров. Зато у Scarlett есть индикатор отсутствия воды, так что вы точно не пропустите момент, когда увлажнителю понадобится дозаправка. А вот яркость индикации можно позавидовать. Так что на полную темноту ночью рассчитывать точно не стоит. Приятным бонусом у модели можно назвать функцию ароматизации. Достаточно добавить пару капель любимого масла в специальный отсек, чтобы почувствовать аромат лавандового поля или хвойного леса. Направление пара регулировать нельзя, придется поворачивать увлажнитель целиком, если захотите, чтобы пар шел в сторону кровати в спальне. Уровень шума у гаджета низкий, всего 25 дБ. Можно сравнить с шепотом. Так что Scarlett можно назвать идеальным решением для детской комнаты. А теперь разберемся с плюсами и минусами модели. Плюсы. Есть отсек для аромамасел. Есть индикатор отсутствия воды. Тихий режим работы. Минусы. Яркий индикатор на панели. Маленький резервуар для воды. Нет регулировки направления пара. Scarlett SCAH986M17 – это самый тихий увлажнитель в топе, но из-за небольшого объема резервуара для воды не смог подняться выше пятой строчки в топе. Ссылку на модель оставили в описании, а теперь переходим к четвертой строчке рейтинга. Kidford KT2842-1. Цена на момент записи ролика – 2100 рублей. Еще один очень компактный и бюджетный увлажнитель. Но у этой модели есть особенность. Гаджет может работать и как ночник. Производительность у Kidford совсем небольшая – 160 мл в час, а объем резервуара для воды чуть меньше 2,5 литров. Гаджет сможет работать долго без долива, но не рассчитывайте поднять влажность во всем доме сразу. Эффективность Kidford ограничивается площадью в 20 квадратных метров. Гаджет можно установить в детской комнате, но имейте в виду, что модель не самая тихая и выдает 38 дБ. По уровню шума увлажнитель можно сравнить с обычным разговором. Зато режим ночника поможет ребенку уснуть. В пользу установки у детской и вес гаджета. Чуть меньше килограмма без учета воды. Да и с полным баком Kidford весит около 3 кг. Так что ребенок без труда сможет сам передвинуть увлажнитель при необходимости. А еще у модели есть отсек для аромамасел. В сезон простуд можно добавить несколько капель масла эвкалипта или чайного дерева. Это поможет иммунитету справиться с вирусами. Управление у модели механическое. Можно настроить оптимальную интенсивность пара. Индикация уровня воды тоже на месте. С характеристиками разобрались. А теперь посмотрим на плюсы и минусы этого увлажнителя. Плюсы. Есть подсветка. Есть отсек для аромамасел. Продолжительное время работы. Небольшой вес. Минусы. Шумный. Эффективен на площади до 20 квадратных метров. Небольшая производительность. Маленький резервуар для воды. Китфорд KT2842-1. Хороший увлажнитель, который можно использовать и как ночник. Но из-за небольшой мощности модель не смогла подняться выше в нашем рейтинге. Ссылку на увлажнитель оставили в описании. И переходим к тройке финалистов. Бронзу забирает Royal Klima Sunriamo Plus. Цена на момент записи видео 2150 рублей. Оптимальная модель для больших помещений. И это самый мощный увлажнитель в нашем топе. А сейчас расскажем, чего же не хватило модели до серебра. Производительность увлажнителя действительно выше среднего. Целых 400 мл в час. А значит Sunriamo Plus быстро увлажнит воздух в квартире, даже если по площади она близка к 40 квадратным метрам. Объем бака 3 литра. Это не очень много. И при максимальной производительности воды может не хватить на всю ночь. Но есть хорошая новость. Если вода закончится, увлажнитель выключится самостоятельно. Правда яркость индикатора хотелось бы немного поубавить. Ночью такая интенсивность однозначно лишняя. По уровню шума Royal Klima чуть тише предыдущей модели. Если нет привычки засыпать в полной тишине, то звуки работающего увлажнителя вряд ли помешают в ночное время. У модели есть фильтр для смягчения воды. А значит не придется стирать белый налет с мебели после работы увлажнителя. У Royal Klima, как и у предыдущих увлажнителей, есть специальный отсек для аромамасел. А еще вы сможете отрегулировать нужное направление и силу потока воздуха. Также при покупке можно выбрать цвет, который больше всего подходит к интерьеру. Белый, бежевый или голубой. С характеристиками разобрались. Посмотрим на плюсы и минусы модели. Плюсы. Высокая производительность. Большая площадь обслуживания. Фильтр для смягчения воды. Есть отсек для аромамасел. Три цвета корпуса. Минусы. Не самый низкий уровень шума. Яркая лампа индикатора. Royal Klima Sanremo Plus хорошая модель в бюджетном сегменте. Увлажнитель можно оставить на ночь даже в большой комнате. И вам не придется просыпаться, чтобы долить воду. Ссылку на модель оставляем в описании. И переходим ко второму месту в нашем рейтинге. Hitford KT2828-3. Цена на момент записи видео 2450 рублей. Второе место заслуженно занимает увлажнитель с верхним заливом воды. Что довольно большая редкость для бюджетных моделей. Неплохая производительность в 280 мл в час и большой бак для воды на 3,5 л. Говорят о том, что Hitford повысит влажность в помещении за короткое время. К тому же гаджет будет долго работать. Увлажнитель спокойно можно оставить в спальне или в детской комнате на всю ночь. Уровень шума 35 дБ. Не самый тихий увлажнитель в топе, но по громкости не превышает фоновую работу телевизора. Несмотря на хорошую производительность, Hitford совсем не тяжелый и весит чуть больше 1 кг. Но главный плюс модели в верхнем заливе воды. Вам не придется каждый раз поднимать и переворачивать увлажнитель, чтобы наполнить бак. Так что с доливом сможет справиться даже ребенок. У гаджета есть яркий индикатор, так что вы точно не пропустите момент, если в баке закончится вода. А функция ароматизации станет дополнительным плюсом. Несколько капель любимого аромамасла поднимут настроение и создадут приятную атмосферу в квартире. С характеристиками разобрались, а теперь отдельно рассмотрим плюсы и минусы модели. Плюсы. Верхний залив воды. Есть отсек для аромамасел. Минусы. Яркая лампа индикатора. Не самый низкий уровень шума. Китфорд KT2828-3. Это надежный увлажнитель, с которым долив воды не будет отнимать много времени. А сейчас узнаем, кто же стал лидером в топе недорогих увлажнителей воздуха. И первое место занимает Starwind SHC1523. Цена на момент записи ролика 2300 рублей. Стильная модель с отличной мощностью и самым большим в нашем рейтинге резервуаром для воды. Starwind – это единственный увлажнитель с электронным управлением в топе. Одна большая кнопка отвечает и за включение-выключение, и за выбор режима работы. Это очень удобно, ведь после рабочего дня вряд ли вам захочется тратить время на сложные манипуляции с техникой. Максимальная обслуживаемая площадь, как и у предыдущей модели – 30 квадратных метров. Так что увлажнитель будет полезен не только в отдельных комнатах, но и в небольших квартирах-студиях. Учитывая мощность и объем бака, можно смело заявлять, что Starwind под силу проработать 12 часов подряд. А благодаря верхнему доливу добавлять воду будет проще и быстрее. Ведь вам не нужно будет поднимать и переворачивать увлажнитель. И не придется вытирать остатки воды после того, как достанете бак. Достаточно просто снять верхнюю крышку и долить воду в резервуар. Отслеживать уровень воды тоже не нужно. Увлажнитель выключится самостоятельно, как только она закончится. Уровень шума средний – 38 дБ, а звук работы сравним с обычным разговором. У гаджета нет функции ароматизации, но это не основная задача увлажнителя. Поэтому отсутствие опции никак не отразилось на месте в рейтинге. А теперь посмотрим на плюсы и минусы модели. Плюсы. Высокая производительность. Продолжительное время работы. Большой объем резервуара для воды. Верхний залив воды. Электронное управление. Минусы. Нет ароматизации. Не самый низкий уровень шума. Starwind SHC1523 уверенно занимает первое место в нашем топе из-за высокой производительности и удобного управления. Ссылку на победителя, как и на предыдущие модели в топе, оставили в описании. На этом все. Теперь вы точно не попадетесь на маркетинговые ловки производителей бюджетных увлажнителей воздуха. И купите ту модель, которая не только сэкономит бюджет, но и будет отлично справляться со своей основной функцией. А команда HomeExpert прощается с вами. Подписывайтесь на наш канал и узнайте, как выбрать лучшую технику и товары для дома без переплат.